В эфире программа событий. Я Сергей Кизоркин. Вы смотрите нас в прямом эфире. Главная тема дня. Дополнительное финансирование Самарскому региону. На что потратят деньги с федеральной казны. Аварийная эвакуация. Судьбу дома 87 на Степана Разина решит спецкомиссия. В Самаре горят машины. Автолюбители сами ищут массовых поджигателей. Идеальная ЖКХ. В Самаре ужесточают правила игры на рынке коммунальных услуг. В 3,5 миллиарда рублей обойдется реконструкция самарского водопровода. Самарские коммунальные системы подвели итоги прошлого года. Один из новых проектов партии «Единая Россия» реализует в области уже в этом году. Речь идет о постановках Новокубышевского театра «Грань» и театра в Сызрине. Об этом стало известно на 16-м съезде партии. В ходе форума на пост председателя партии был переизбран премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Также единороссы определили новый состав Высшего генерального совета партии. В работе съезда приняла участие делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным. Подробности в нашем следующем сюжете. От развития промышленности до культуры. На 16-м съезде партии «Единая Россия» обсуждает вопросы по всем направлениям развития страны. Открывая работу форума, Дмитрий Медведев, который переизбран председателем партии, отмечает, победа «Единой России» на выборах – это огромное доверие граждан. Глубокое понимание государственных задач, отстаивание интересов граждан, широкое привлечение в ряды партии компетентных, талантливых, энергичных людей позволило «Единой России» победить в напряженной борьбе и стать лидером избирательной кампании 2016 года. При этом мы проявили выдержку, терпение и уважение к оппонентам. Проблема регионов – главная тема повестки дня. Сейчас все больше представителей именно первичных организаций входит в руководящий состав партии. Увеличивается число ячеек в регионах. По принципу, который обозначил президент и поддерживает губернатор Самарской области, люди должны дотянуться до власти рукой. Все ближе и ближе к народу доходят со своими проектами. Это в том числе сельский дом культуры, парки, скверы в малых городах, театры в малых городах. Один из наших проектов, он поддержан, он вошел в число тех, которые будут уже в этом году финансироваться. Это Новокуйбышевский театр. Проблемные вопросы регионов обсуждались на семи дискуссионных площадках. Самарцы принимали участие во всех ситуационных заседаниях и выступали с инициативами. Например, в социальной политике. Сейчас в стране и в области растет рождаемость, но в основном за счет вторых и третьих детей. Партийцы предлагают дополнительно поддерживать именно молодые семьи, где первый ребенок рождается у родителей, кому нет 25 лет. Это, конечно, предоставление жилья и социальное пособие. Говорили о том, что одномоментно выплаты молодым семьям, которые до 25 лет рожают первого ребенка, цифры назывались самые различные. Но это, конечно, зависит от уровня обеспеченности финансовой регионов. Поэтому говорили и до 25 тысяч одномоментно, и ежемесячные пособия для тех семей, которые первое рождение до 25 лет. Также самарцы выступали с инициативой кредитования капремонта, чтобы жители не ждали годами, а приводили в порядок свои дома в короткие сроки. Предлагалось также ужесточить контроль за управляющими компаниями, а за неправильно выставленные квитанции сурово штрафовать. Управляющие компании, ну, понимаете, они не отвечают ни за что, спросить с них нечего, они исчезают и все, понимаете, и людей подводят. Надо пересмотреть этот вопрос. Еще одна инициатива касается снижения ставки по ипотеке, чтобы она была менее 10%. Целый комплекс мер разработаны по поддержке малого и среднего бизнеса. Лариса Шлафаст, События. Возможность дополнительного финансирования Самарской области и ее участие в цельвых федеральных программах обсудили в Госдуме. Губернатор Николай Меркушкин провел ряд рабочих встреч с руководством политических фракций и комитетов. Особое внимание уделялось развитию экономики, поддержке отрасли промышленности, предпринимательства и вопросам социальной сферы. Также губернатор провел рабочую встречу с руководителем администрации президента Антоном Вайна. Говорили о ходе исполнения майских указов президента России в Самарской области. Отдельной темой встречи стали итоги социально-экономического развития региона в 2016 году и формирование областного бюджета на 2017 год. Также обсудили ход подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу, строительство инфраструктурных объектов и реализацию плана мероприятий, посвященного 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ. 12 жителей дома 87 по улице Степана Разина эвакуированных этой ночью вернулись в свои квартиры. Причиной переполоха стали трещины, возникшие на стенах. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас состояние дома оценивают специалисты. Чем угрожают эти трещины для жильцов, на месте выяснял Андрей Горгуленко. Рудольф Шаврин показывает, что трещины на доме 87 по улице Степана Разина для жителей уже не новость. Однако этой ночью те, что появились давно, стали больше, а к ним добавились новые. Решили перестраховаться и вызвали спасателей. Квартиры пришлось покинуть на пару часов. Пока причина точно не установлена. Осадки стабилизировались, значит, вот эти трещины, и ночью их не было. МЧС, значит, потребовал, чтобы все покинули дом, но потом, когда обследовали, все посмотрели, скажем, причин обрушения дома нет. Пока главное объяснение. Грунт под домом подмывается, но никаких прорывов в коммунальных сетях поблизости не обнаружено. То, что именно вода, причину трещин, подтверждают и владельцы салона красоты в соседнем доме. Их подвальное помещение затоплено. Где-то прорыв, это значит, если разрушается, то есть дом усадку дает, то есть где-то вымывает, то есть грунт водой. У нас даже на входе вода прибывает, то есть она идет из грунта. Где вход непосредственно в помещение, то есть со стороны улицы, идет поступление и уже переливает через порог дверной, заходит в помещение. На доме номер 87 сейчас установили гипсовые маячки с датой и временем замазки. Они покажут, продолжает ли стена оседать в грунт. Городские власти держат ситуацию под контролем. Установлены маячки гипсовые на трещины. Трещины были незначительные, часть из них более старые, поэтому мы не можем точно сказать, когда эти трещины раскрылись. В общем, сейчас для граждан угрозы находения там нет. Дальнейшая судьба дома не решена. В этом году в нем запланирован капитальный ремонт. Жители не паникуют и уезжать не торопятся. Так как уверены, если подойти к ремонту с умом, дом простоит еще очень долго. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Самарцы ищут поджигатели. Жители объединились в поисках тех, кто, по их мнению, с начала зимы спалили десятки машин. По данным МЧС, с декабря в городе сгорели свыше 30 автомобилей, как минимум в 11 случаях зарегистрирован поджог. Активисты из числа пострадавших создали группу в интернете, изучают данные с камер видеонаблюдения, в объективы которых могли попасть виновники ЧП. О том, как продвигаются народные поиски, репортаж Алины Чемерес. Выгорелся панель, переднее сидение. Но автомобиль пострадал, конечно, меньше, чем у других. Но, в частности, все равно ущерб нанесен большой довольно-таки. И восстановлению автомобиля не подлежит, к сожалению. Мерседес Антона сгорел в первый день Нового года. Молодой человек рассказывает, 1 января приехал в гости к друзьям на улицу Мариса Тереза и припарковал машину во дворе. Как все случилось? На камеру мобильного телефона сняли очевидца. Даже эксперты, в принципе, сразу повестили, что машина сама так не горит. И, в принципе, с автомобилем ничего не должно было быть, потому что до этого несколько дней назад прошло ТО и никаких нареканий ничего не было. Автомобиль был только после химчистки и в салоне даже ничего не находилось, кроме одной кофты. Похожая история и у Александра. Он лишился автомобиля 11 января. Схема похожа. Машина стояла во дворе, ночью сработала сигнализация. Когда выбежал на улицу у объятого пламенем Хюндая, уже взрывались колеса. Владелец сгоревшего авто утверждает, опасных веществ, которые могли бы вспыхнуть, в салоне не было. Какая-то девушка молодая. Она, говорит, видел троих молодых парней. Говорят, вроде возраста до 30. Всех удащава. Один в светлой курке был. Я машину поставил напротив своего гаража. И вот они ходили мимо гаражей. Туда-сюда пару раз проходили. Она обратила внимание. Таких, как Антон и Александр, в Самаре десятки. Машины жителей начали вспыхивать в декабре. Сейчас многие погорельцы еще ждут результатов экспертизы. Она займет минимум месяц. Чтобы ускорить процесс, Антон создал группу ВКонтакте и призвал всех пострадавших объединиться в поисках виновников случившегося. На связь, говорит, вышли уже более 20 человек. По его словам, четкую взаимосвязь между ЧП установить сложно. Но, как удалось выяснить активистам, большинство машин, новые иномарки, пока еще не застрахованные. Пожары случались с разницей в несколько минут. Поиски добровольцы ведут тщательно. На зданиях или еще где-то камеры просим записи, просматриваем их, смотрим машины, кто проходил в это время, в ближайшие за несколько часов до и прочее. Предварительные результаты уже есть, но разглашать их активисты пока не хотят. По данным МЧС, с декабря прошлого года в Самаре сгорели более 30 машин. Согласно заключению экспертов, как минимум 11 из них точно сожгли. По мнению юристов, если в кратчайшие сроки не найти и не наказать виновников, это может привести к печальным последствиям. Активисты уверяют, сегодня важно предупредить жителей об опасности и как можно скорее найти виновников. Если поджигатели поймают и вина их будет доказана, им могут грозить принудительные работы, штраф или до пяти лет лишения свободы. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События. Требования к управляющим компаниям будут ужесточать. В мэрии Самары предлагают лишать лицензии организаций, которые не справляются со своими обязанностями. Глава города раскритиковала работу частных контор, в то время как муниципальные предприятия нареканий не вызывают. Несмотря на разницу бюджетов, не в пользу муниципальных. За что накажут частников, узнала Марина Матвейшина. Игра по новым правилам. Мэр Самары предлагает ужесточить требования к управляющим компаниям. Эта зима показала, некоторые из частных контор недостаточно хорошо справляются со своими обязанностями. В одном из крупнейших районов, промышленном, работает несколько управляющих организаций. При этом почти половина дворов еще не убрана. Хотя с последнего снегопада прошло уже несколько недель. А вот с такими подходами, когда ни шатка, ни валк, месяц прошел, 63% убрано. Техники нет, как не было, так и нет. Но так не пойдет. Товарищи, я прошу вас, сегодня мы вас пригласили на этот селектор, очень внимательно отнестись к этой просьбе нашей и сделать выводы самые серьезные. Глава города неоднократно поручал частникам приобретать машины и малогабаритные снегоотбрасыватели. Потому что дворникам с лопатами с такими объемами не справятся. Все рекомендации по приобретению техники доведены до управляющих компаний. 111 имеется в наличии и фактически 150 привлекается по договорам. Аргументируют финансовыми сложностями. И это не аргумент, уверен Олег Фурсов. Частники регулярно собирают с населения платежи за коммуналку. Но вкладывать деньги в уборку города не хотят. А значит нужно применять более жесткие рычаги воздействия, штрафы или даже лишение лицензии. Давайте нарабатывать эту негативную практику. Ну сколько же можно с этим управляющими компаниями разговаривать? Два года. Два года назад я еще мог поверить, что действительно денег не хватает. Вот мы создали муниципальное предприятие, мы все видим прекрасно, как они работают. И деньги зарабатывают, и зарплату вовремя платят. И не только успевают дворы убирать, фасады ремонтировать. В мэрии будет создана рабочая группа по разработке новых критериев лицензирования управляющих компаний. А в тех районах, где частники так и не возьмутся за ум, будут создавать муниципальные конторы по обслуживанию населения. Городские и районные власти имеют на такие предприятия прямые рычаги влияния. Да и практика показала, такие организации справляются лучше. Разработанные изменения в лицензировании будут согласовываться с областным правительством. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Самарская область попала в российский рейтинг участников рынка новых легковых машин. Какое место занял регион, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Золото стоит 2300 рублей, серебро – 32 рубля 52 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 61 рубль 56 копеек, дороже всего продать за 58 рублей 44 копейки. Внешнеторговый оборот в регионе по итогам года составил больше 3 миллиардов долларов, сообщает таможня. Самарская область заняла шестое место в рейтинге среди регионов страны по объему рынка новых легковых машин. В лидерах по-прежнему Москва. Всего же общий объем рынка новых легковых автомобилей по итогам 2016 года составил больше 1 миллиона единиц. На строительство жилья в Самарской области за три года направят 144 миллиарда рублей. А в здании Дома мебели на улице Тухачевского в Самаре весной откроют очередной гипермаркет. На этом все. Удачи в делах. 90 лет подготовки к труду и обороне. Юбилей отмечает Добровольное общество в содействии армии авиации и флоту России. В организации обучались летчики и космонавты – герои Советского Союза. Славные традиции продолжаются и сегодня. Марина Кравцова узнала, каковы перспективы регионального отделения ДСААФ. «Школа мужества и патриотизма» – такое неофициальное название получила ДСААФ «Россия». Организация с богатой историей отмечает 90-летний юбилей. На торжественном собрании глава Самара Олег Фурсов вручает руководство регионального отделения флаг с памятной лентой и знак «Город трудовой и боевой славы». В годы войны более 300 тысяч летчиков и других специалистов военные навыки получили в оборонном обществе региона. Семь из них – герои Советского Союза. И сегодня ДСААФ воспитывает настоящих защитников Отечества. Организация идет по пути обновления. Такая организация крайне нужна. Инфраструктура, которой владеет организация, позволяет в полной мере решать те задачи по воспитанию ребят в духе патриотизма, настоящих защитников Родины, прививать им качество настоящих мужчин, настоящих патриотов. Девять автомобильных и технических школ, одиннадцать спортивных клубов, аэроклуб и не только. Таковы ресурсы регионального отделения. Только в прошлом году здесь подготовили больше семи тысяч специалистов для экономического сектора и больше пятисот для вооруженных сил страны. Впервые подготовку прошли будущие десантники. Подготовка проходила на базе нашего Самарского областного аэроклуба. Полностью они прошли подготовку по программе, которую разработало Министерство обороны. Успешно сдали экзамены. Парашютная подготовка, тактическая подготовка, огневая подготовка. То есть чисто военные предметы. Сейчас срок службы сокращен до одного года. И уже должны идти в армию, должны идти люди подготовлены. В центре внимания юное поколение. В клубах молодые люди учатся не только машины водить. Автоматы разбираем, летание гранат, стреляем. Нас здесь учат именно по дрывному делу, вождению, как правильно вести бой в той или иной ситуации, как из тех или иных ситуаций выходить. Развитие движения школьников и юноармейцев, увеличение числа военно-патриотических клубов, совершенствование учебной базы задачи ДСААФ на ближайшие годы. Марина Кравцова, Василий Калдашов. События. Далее коротко о других событиях дня. Коробка на Ленинградской, которую приняли за бомбу, оказалась пустой. Напомним, подозрительный предмет нашли вечером в воскресенье 22 января. В Лицейске перекрыли участок пешеходной зоны на улице Ленинградской от Чапаевской в сторону Галактионовской. Через пару часов оцепление с улицы сняли. Ледовая переправа «Ульяновский спуск» Рождественный переходит на более ранний режим работы. Расписание движения амфибийных катеров меняется с 23 января. Теперь суда на воздушной подушке будут выходить в рейс на 45 минут раньше, начиная с 7 утра. Как и прежде, маршруты будут дублировать действующую переправу между Рождественной и Самарским речным портом по будням в утренние и вечерние часы пик. В Самаре на улице Сильно мужчина упал с многоэтажного дома и погиб. ЧП произошло в воскресенье вечером 22 января в Приволжском микрорайоне. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Причины трагедии устанавливаются. 19-летней самарчанке грозит срок в 5 лет за то, что она забрала забытые в банкомате деньги. По версии сотрудников полиции, пенсионерка сняла 5000 рублей в одном из торговых центров Кировского района. Забрала только карточку и ушла. Через некоторое время она вспомнила, что деньги оставила в банкомате. Вернувшись, пожилая женщина своих денег уже не обнаружила. В итоге полицейские с помощью очевидцев продавцов магазина нашли 19-летнюю девушку, которая забрала деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В Самаре отметят День сурка с участием степных сурков Ивана и Евы. Экологический праздник состоится 2 февраля в 13.00. По поверью, чтобы угадать, когда закончится зима, нужно понаблюдать за сурком в этот день. Считается, что если сурок вылезет из норы, увидит свою тень и залезет обратно, зима будет длиться еще 6 недель. Если же, вылезая из норы, грызун не увидит тени, то весна будет ранней. У посетителей Самарского зоопарка будет уникальная возможность узнать прогноз на весну 2017 года, что называется, из первых уст. Кроме того, в этот день будут организованы игры и конкурсы для детей. В 80 лет искусства Самарский областной художественный музей отмечает юбилей. Галерея открыла свои двери для всех желающих. Сотни самарцев уже бесплатно посетили залы основной экспозиции и всех временных выставок. На экскурсии побывал Сергей Ромашов. День рождения областного художественного музея многолюдно. Желающие приобщиться к прекрасному приезжают со всей Самары. Татьяна Бочкарева бросила все дела и устроила для своих родных увлекательную экскурсию. Чтобы посмотреть на подлинники великих художников, они приехали из поселка Управленческий. Позавчера узнали о том, что день рождения музея. Сегодня решили посетить экспозицию. В принципе, ничем не хуже, чем Третьяковка или Эрмитаж. На каждом этаже музея своя экспозиция. Русский авангард, искусство Востока, дом на Дворянской, тайна музейной шкатулки. Коллекция галереи насчитывает более 35 тысяч экспонатов. Один только интерьер здания уже предмет искусства. Музей, построенный в начале 20 века, это памятник архитектуры федерального значения. Об истории галереи и ее особенностях подробно рассказывают опытные экскурсоводы. Наш музей – это один из старейших провинциальных музеев России. Он начинает историю в 1897 году. И сегодня у нас такой большой праздник – это юбилей коллекции нашего музея. И поэтому мы делаем праздник не только для себя, но и для жителей города. Судя по количеству посетителей, это действительно очень интересно людям. Наш музей востребован и пользуется большой популярностью для жителей города. В Самарской художественной галерее понимают, что зритель любит разнообразие. В этом году у самарцев будет много поводов посетить музей. Например, в феврале откроется большая выставка классики и графики 20 века. Эти работы еще нигде и никогда не выставлялись. Поэтому у горожан еще представится возможность поздравить галерею с юбилеем. Сергей Ромашов, Максим Гусев. События. В Самаре разыграли золотую шайбу в самой престижной категории до 14 лет. В очередной раз победу одержали хоккеисты клуба «Чайка». Подробности у Андрея Горгуленко. Новости спорта. Продолжит эфир. Здравствуйте. С вами Андрей Горгуленко. В эфире «Самарские новости спорта». Финал – это всегда особая по накалу игра. А когда встречаются принципиальные соперники, на льду будет непривычно жарко. Противостояние «Сатурна» и «Чайки» на турнире «Золотая шайба» давно уже переросло в простое соперничество. Настроение в команде, мы все боевое, все настроены хорошо играть. Только больше народа не волнуется, потому что матч очень серьезный. Финал «Золотой шайбы» в категории до 14 лет получился таким, каким его и ждали. Упорная борьба на каждом участке поля, несколько драк и много голов. Не было только интриги. Хоккеисты «Чайки» уже в первом периоде появили в счете и довели дело до уверенной победы. 8-1. Хороший матч. Противник оказал должное сопротивление, но мы оказались сильнее. Противник за счет стараний, усердия забил одну шайбу. И как бы это достойно уважения. А вот хоккеисты «Чайки» 2007 года рождения свой финал проиграли комете 7-0-2. В категории до 12 лет «Сатурн» потерпел еще одно разгромное поражение. 1-7 от команды 74-й школы «Меридиан». Люди стараются брать время в закрытых катках, тренироваться. И поэтому хоккей дворовый немножко стал расти. Сейчас они уже подрастают. И я думаю, что с каждым годом все будет хоккей «Золотой шайбы» расти. Победители каждой категории будут играть со своими сверстниками из Тольятти. В финале областного турнира «Золотая шайба». Ну а лучшие областные команды поедут защищать честь региона на российских соревнованиях в Сочи. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи всем! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова